МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Убийство в поселке геологов тело мужчины обнаружили в одной из местных квартир. Коммунальщиков ждет проверка. Она коснется чиновников Салихарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. И северный рубеж. Международный байк-фестиваль под таким названием подарил жителям Ноябрьска настоящий фейерверк эмоций. Начну с трагедии. В поселке геологов произошло убийство. В дежурную часть поступило сообщение о том, что в квартире одного из поселковых домов обнаружен труп мужчины. Чуть позже стало известно, что 52-летний хозяин этой квартиры погиб от нескольких ножевых ударов в спину. В настоящее время следственным отделом по городу Ноябрьск по факту обнаружения трупа мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного отчасти 1 ст. 105 УК РФ. Это убийство. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, а также лица, совершившего данное преступление. Представители Ноябрьска поборолись за право войти в состав молодежного правительства Ямала. Этой честью достаиваются те, кто имеет талант, опыт руководства различными группами молодежи и внедрение важных для Ямала социальных проектов. Накануне между городами округа прошла видеоконференция по формированию окончательного состава молодежного правительства. Причиной конкурса стало то, что в этом году из его состава выбыли два человека. На вакантные места было подано 10 заявлений. В очном этапе участвовали 6 человек из Ноябрьска, Муравлинка, Салихарда, Таркасали и Надыма. Они включены в резервный список. Молодые ямальцы представили свои социальные проекты, после чего ответили на вопросы экспертов. Наши ноябрьские представительницы Марина Мищенко и Лолан и Сирова, хоть и выступили неплохо, в новый состав молодежного правительства не попали. На данном этапе мы предложили для молодежного правительства Янао такой проект, как бизнес-клуб «Стартап». Данный клуб нацелен именно на работу с молодыми предпринимателями, которые хотят начать очень интересный, креативный, в какой-то мере даже инновационный проект. Мы считаем, что этот проект будет очень интересен не только для города, но и для округа. И надеемся, что проект будет оценен максимально положительно, и он будет представлен в молодежном правительстве Янао. В разделе «Капитальный ремонт» обновили информацию, с которой, к примеру, можно узнать, кто обязан оплачивать капремонт, каков минимальный размер его оплаты, какие действуют в округе, региональные программы и прочее. Ямальских чиновников и коммунальщиков ждет проверка. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы Ямала Олег Печорин инициировал проведение проверки администрации трех крупных городов региона на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в сфере ЖКХ. Проверки коснутся чиновников Ноябрьска, Салехарда и Нового Уренгоя. Целью мониторинга является выявление нарушений при проведении конкурсов по отбору управляющих компаний для управления многоквартирными домами. После проверки чиновникам дадут правовые оценки на предмет соответствия их действий или без действий антимонопольному законодательству. Надо сказать, что программу капремонтов жилых домов Ямала взяли под особый контроль. На сегодняшний день в 90% домов, в которых были запланированы капитальные ремонты, они еще не начались. Одна из причин задержек – жесткий отбор подрядных организаций, из-за которого некоторые потенциальные подрядчики отказываются от участия в конкурсах. В Муравленко, Ноябрьске и Новом Уренгое, напротив, задержек нет. График исполнения программы уверенно выдерживается. Причем представители этих муниципалитетов заявили о готовности оперативно организовать ремонтные работы не только на очередных, но и на объектах из резервного списка. Напомню, в текущем году государственная корпорация «Фонд содействия и реформирования ЖКХ» приняла решение о включении Ноябрьска в программу софинансирования капитальных ремонтов в 2013 году. Город прошел жесткий конкурсный отбор для привлечения целевых средств в бюджеты России. Общая стоимость Ноябрьской программы капитального ремонта – 101 миллион рублей. На них планируется отремонтировать семь многоквартирных домов. Газпром нефти Хеллибертон заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве для внедрения новых технологий и повышения эффективности работы на месторождениях Газпром нефти. Специалисты компании предоставят Хеллибертон актуальные данные о реализации конкретных проектов, а эксперты Хеллибертон предложат возможные оптимальные технологические решения. Одним из аспектов сотрудничества станет проведение специальных технических семинаров для сотрудников Газпром нефти с цивью знакомства с основными принципами применения технологий Хеллибертон. В числе наиболее актуальных тем – работа с трудноизвлекаемыми запасами, нетрадиционными ресурсами, глубоководное бурение и так далее. Стратегическая задача «Газпромнефти» – довести добычу углеводородов до 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента к 2020 году. По нашим расчетам, более половины нефти будет добываться с применением инновационных технологий. Повышение эффективности разработки зрелых месторождений и реализация новых крупных проектов связаны с технологическими вызовами. Для решения этих задач мы активно сотрудничаем с российскими и иностранными сервисными компаниями, выбирая наиболее подходящие для наших месторождений современные технологии. Отметил первый заместитель генерального директора «Газпромнефти» Вадим Яковлев. В день города, в день нефтяной и газовой промышленности в Ноябрьске выступит популярный исполнитель Денис Майданов. Его композиции «Вечная любовь», «Время наркотик» и другие полюбились многим россиянам и стали хитами. Также развлекать ноябрьцев своими песнями будут Анит Ацой и наша землячка Екатерина Лещева, солистка группы Иван Дамарья. Напомню, она прославилась на всю страну участием в телевизионном проекте Аллы Пугачевой «Фактор А». Не обойдется празднование Дня города и без красочного фейерверка 31 августа в 22.45. Само торжество начнется в 19.30 на центральной сцене возле администрации города. В этом году профессиональный праздник нефтяников и газовиков, а также свой день рождения, ноябрьск будет отмечать два дня – 31 августа и 1 сентября. Подробную программу мероприятий можно посмотреть на странице новости нашего города в социальных сетях «Одноклассниках», «ВКонтакте» и «Фейсбуке». Далее коротко о спорте. В пятом турнире Чемпионат России по футболу питерский «Зенит» дома разгромил обескровленные массовые продажи игроков «Анжи». У клуба из Махачкалы вышел значительно обновленный состав, который уступал хозяевам как в скорости передвижения по полю, так и по технике работы с мячом. «Зенит» с первых же минут завладел инициативой и уже к перерыву велся счетом 2-0. Мячи на свой счет записали Роман Широков и Халк. Во второй половине встречи рисунок игры не изменился, и Кристиан Ансальди довел разрыв до крупного 3-0. Таким образом «Зенит» поднялся на третью строчку турнирной таблицы и отстает от лидирующих ЦСКА и «Спартака» всего на одну очко. «Лето в разгаре крути педали» под таким названием прошли в спортивно-техническом клубе ежегодные велосоревнования. Участникам соревнований, а это дети в возрасте от 9 до 16 лет, предстояло пройти два этапа. В первом необходимо было преодолеть велотрассу, состоящую из сложных элементов – змейки, круга и смещенного коридора. Во второй части велогонщикам предложили пройти тест на знание дорожного движения. К слову, справился с этим заданием только каждый второй. Кроме этого, все желающие могли прокатиться на квадроцикле, что вызвало небывалый восторг у юных любителей скорости. Мероприятие оказалось очень востребованным. Большое количество участников приняло участие, принимая данный момент. Ожидали мы не более 35, но на данный момент 56 участников у нас вышло на трассу. С большим удовольствием ребята приняли участие. Воспользовалась возможностью показать велосипеды, которые подарили им родители. На великах мне понравилось, когда мы ехали с змейкой и коридоры проезжали. Я там два конуса только пропустила и все. Мне там все равно понравилось, как мы спускались вниз и делали змейку. Но вообще всего мне понравилось, как мы сделали работу на дорожные правила. В ноябрьске в эти выходные прошел международный байк-фестиваль «Северный рубеж». Можно с уверенностью сказать, что такого шоу наш город раньше не видел. Все получилось красиво и впечатляюще. Около сотни байкеров из разных уголков страны встретились на Ямальской земле. Вечером на городской сцене выступили рок-музыканты из Екатеринбурга, после чего над ноябрьском прогремел салют. Подробности необычного праздника смотрите в специальном репортаже сразу после выпуска новостей. Сегодня у православных один из 12 главных праздников – Преображение Господня. В этот день церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и Человечества в лице Иисуса Христа. В храме Архангела Михаила праздничная литургия началась в половине девятого утра. После ее окончания верующие смогли осветить яблоки. В народе 19 августа называют вторым или по-другому яблочным спасом. Это традиционный праздник урожая, когда в церквях освещают плоды земли, то есть яблоки, груши, сливы, а в южных районах еще и виноград. В народе говорят, что после преображения Господня и погода преображается. Ночи становятся по-синему холодными. И последнее, оказывается, самое счастливое. Россияне живут на Ямале, а Фонд развития гражданского общества опубликовал рейтинг самочувствия регионов России. Ямальцы оказались самыми счастливыми, об этом сообщили в пресс-службе фонда. В первой группе в нее вошли Ямал и Тюменская область. Территории набрали 95,78 баллов соответственно. При этом очень высокий рейтинг составлял 65 баллов и выше. Также в первой группе Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. В третьей группе средний рейтинг оказалась Свердловская область, набрав 54 балла. А самые несчастные россияне живут в Курганской области. Она получила рейтинг ниже среднего и набрала всего 42 балла. И это была завершающая информация выпуска. Впереди вас ждет прогноз погоды. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 20 августа в Салехарде переменная облачность. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Температура плюс 12 градусов. В Муравленго небольшой дождь. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура 11 градусов тепла. В ноябрьские небольшие осадки. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура плюс 10 градусов.